Здарова, ребятушки, с вами Аладушки, и это детектив Джон Блэксет. Мы находимся в офисе Торпа, и на удивление игра загрузилась с той же самой секунды. Так, как можно попасть из лобби или из комнаты, из митинг-рум, то есть, да? Которая... О, а тут что? А, это карточка. Тфу ты, блин, я каждый раз про них забываю, и каждый раз такая досада. Игра творит, на самом деле, очень интересные вещи. Я был уверен... Ну, несколько минут точно, на протяжении нескольких минут я был уверен, что... Вчера была последняя серия, так уж быть, я вам скажу, что играл вчера. Может быть, снова разыграть Смирновский козырь? Да. Да. Но мне кажется, он... Не может понадобиться помощь, я не уверен, но мне может. Смирнов не знал, что и думать. Он попросил меня быть осторожнее и позвонить, как только у меня появится новая информация. Кроме того, он сказал, что Гилл, наконец, заговорил. Он утверждает, что дверь в подвал не блокировал. А еще говорит, что дверца грузовика открылась, но он получил по голове, как только попытался выбраться. Потом он очнулся, лишь когда полиция обнаружила его рядом с дверью подвала. Очевидно, тот, кто заблокировал дверь, перетащил туда и его. Офигеть! Значит, то, что выглядело вполне логичным, я вот в прошлой серии засомневался. Я правильно засомневался. Потому что вряд ли бы конь, который был настроен все исправить, запер бы в подвале и меня, и зная, что там ребенок, и немец. Вряд ли бы он все это... Если бы Уикли был здесь, мне бы пришлось связать ему руки за спиной. Это да. Я понял, мы проберемся в комнату совещаний сейчас по карнизу. Вот. Если я сейчас не накосячу... Ооо, тут что-то есть. Тут что-то есть, здравствуйте. Бобби Ель, кстати. Вот как. Ты все-таки имеешь отношение к этому эспандеру. Он был на фотосессии. На нем потому и остались твои отпечатки. Скорее всего. Ну, то, что я вам и говорил изначально, что Торп очень сильно под подозрением у меня... О, это чертова карточка. Кошки не боятся высоты. Поэтому у меня никогда не кружится голова. Логично. Ну, это как бы их природный навык. Так, комната совещаний. Еще кошки очень тихо ходят, насколько я знаю. Поэтому мы, по идее, сейчас не должны привлечь никакого шума тем, что мы лазим. По моему опыту, если что-то выглядит очень хорошо, то оно очень плохо пахнет. К сожалению, да. Блин, вот я очень много ошибок уже наделал в этой игре. Я чувствую, я не нашел некоторые улики, но... Например, с Гилом я был прав, что это не он запер. Это очень подозрительно выглядело. Насчет Торпа я тоже был прав. Я офигеть, как сейчас надеюсь, что насчет Смирнова я тоже прав. Я хочу, чтобы он был нормальным, честным парнем. Так, Торп. Он не зря такой прям щедрый. Пожалуйста, найдите убийцу, пожалуйста. Сделайте все, что можете. Это... Это очень все неправильно с его стороны. Выходить. Выходите, конечно, не буду, наверное. Но одна из его сильных сторон. Точность броска. Я заслужил прозвище Железнорукий. Я бросил меч со скоростью. Летел куда хотел. Мой тренер великий Джеффри Сакс. Так. Я тренировался. Берл Харбор. Берл Харбор. Я немедленно пошел служить пулеметчиком на трехместном самолете. Когда в бою я потерял сослуживца, серьезную травму, я попросил меня перевести. Я стал снайпером. Я знаю, не стоит этого говориться, но я был одним из лучших во всем. И все благодаря моей меткости. Нет, все благодаря Джеффри Саксу. Мет... Снайпер. Сколько американцев спас он моей рукой. Снайпер. После этих слов Тим Торп едва не плачет и просит меня сделать перерыв. Я был шокирован, когда увидел, как спортсмены-солдат, мужчина, меткость и умение которого принесли... И прозвище Хирург среди его братьев по оружию не может быть. То есть это же наверняка совпадение, но нет. Снайпер, Хирург, Док, это не... Ох ты ж, е-мое. В каждом расследовании бывает такой момент, когда каждая зацепка идет коту под хвост. И приходится возвращаться, чтобы вернуться на верный путь. Ай, он был снайпером. Твою за ногу. Мы-то знали, что он пулеметчик. Так, обвиняют во всем Хирурга. Так, 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 так. Что если Тим замешан Торп был снайпером, прозвали его Хирургом. Нет, вон, 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 Рэндалла убил снайпер. Эээ... Эээ... Вот. Вот. Почему нет? Хирург. Хирург. Снайпер. Так, сходится же все! Эээ... Ладно. Вот это. Вот это. И вот это. Блин, почему же нет-то? Так, ребятки, извините, у меня буквально на секундочку произошла заминка с записью. Вы ничего не пропустили. Единственное, что... Прошлое умозаключение сложилось в то, что... Эээ... Значит... Эээ... Блин, я забыл. По фамилии вылетела. В общем, ящерка и... Лев замешаны, блин. Митчелл и Торп замешаны. Мы к этому выводу пришли. Спэну сказал, что он во всем обвиняет хирурга. Мы изначально подумали, что он говорит про Митчелла. Он говорил про Торпа. Вот. И вот это все сложилось. Причем, то, что Торпа называли хирургом и снайпером. Я почему-то думал, что это замешано с тем, что... Эээ... Видимо, я все-таки прав был насчет того, что Конь убил Муравьеда. Хотя, ну, как бы Торп снайпер, все дела, да. Но мне кажется, просто человек такого масштаба не стал бы заниматься устранением. Хотя его тоже убил снайпер. И это вроде как тоже должно было выводить на определенные мысли. Но мне кажется, что Торп просто не того масштаба человек, чтобы убивать лично, ходить. Он притворяется инвалидом. Он может ходить. Ёлки-палки. Он же в коляске. Но он притворяется, скорее всего. И это нужно будет учесть. В следующий раз, когда мы с ним встретимся, он может на нас наброситься. Он все-таки лев. Так, хорошо. Торк организовал снабжение спортсменов допингом. Препараты помогают стать сильнее. А вот эти два у меня, кстати, остались почему-то. А, стой. У меня сейчас нет зацепок. Хирург это Торп. У меня есть новые зацепки? Может показаться странным, что у стола не стоит стул. Но ведь владелец стола перемещается на инвалидном кресле. Не может ходить и пользуется... Вот, это у меня вызывает очень большие сомнения. Так уж, если я по-хорошему... Снайпер. Стрелковый клуб. Угу. Двести пятьдесят пять метров. Главный приз Тимоти Торп. Но это же не просто так. Он хороший стрелок. Нам это тоже неспроста говорят. Я уверен в этом. Лучше не буду им пользоваться. Он может быть подключен к панели на стойке администратора. Ладно, согласен. Ну, просто я нажал, потому что надо было нажать. Ящик. Я понимаю, надо в ящике посмотреть. Револьвер и пилюли. Вот черт. Пузырек с таблетками. Он тоже под допингом. Ну, конечно. Улик достаточно для дедукции. Возможно, под таблетками он может ходить. Торп держит пистолет. Находится в инвалидном кресле. Так. Мне кажется, вот эти два связаны. И... Точно. Под таблетками он может ходить. А что, если таблетки Грюна помогают Торпу ходить? Во-во-во, я об этом же. Тогда он мог быть снайпером, который убил. Торп... Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Нет, стоп. Я хочу что сложить. Получается, что Рэндалл убил снайпер. Точность. Что, если они помогают ему ходить? Точно. Все-таки это он его убил. Ну, конечно. Это был не Митчелл и не Гилл. Это Торп подстрелил Рэндалла в больнице. Все, мы все-таки к этому вышли. Но я как наяву слышу голос Смирнова, который говорит, что у меня нет убедительных доказательств. А что, если устроить ловушку для Торпа? Ну, как? Так, Рэндалла убил Торп. Нужно заманить Торпа в ловушку. Рэндалла убил Торп. А, тут два надо. Нужно, чтобы он встал. Точно. Чтобы он угрожал мне револьвером. Тогда приедет Смирнов. Если я положу пистолет Торпа наверх, чтобы он смог достать его, только встав с кресла. Шоу начинается. Мне нужны только зрители и немного терпения. Вообще, красавчик, что патроны оттуда вытащил. Молодец, догадался до этого. Там камера в соседнем помещении есть. Хватит. Ты что, не знаешь, с кем связался, салага? С глупым львом. Бунт на корабле? Хочешь пойти на корм акулов? О, Глэксет. Простите, что заставил вас ждать. Джон. Понимаете, у нас тут на корабле бунт, так что... Хватит. Вот видите, что приходится терпеть. Ладно, рулевой, быстро, в каюту, вперед. Есть, капитан. Проходите в акцент. Джоли, проследи, чтобы нас никто не беспокоил. Я не знаю, она замешана во всем этом или нет. Вот этого я не знаю. Вот этого я не знаю. Мне нужно его вынудить встать. Мне нужно его вынудить встать. Чтобы он захотел нас застрелить. Видите ли, я не собираюсь платить вам за раскрытие дела. Здравствуйте. Я думал, что вы человек слова? Угу. Я думал, вы из тех, кто держит свое слово. Ха-ха-ха. Нет, вы меня не поняли. Вы получите каждый цент, о котором мы договаривались. И даже больше. Но не потому, что вы раскрыли дело, а из-за нее. Два дня назад она хотела совсем покончить, бросить колледж, продать клуб. Слишком много ран на сердце. Но благодаря вашей прекрасной работе они заживают. Ну, может быть, не полностью. Нужно время, чтобы справиться со всем этим. Зато благодаря вам Соня снова хочет быть счастливой. У нее есть надежда. Я помогу ей сделать клуб Дана лучшим в городе. Кто бы мог подумать, правда? Похоже, смерть Дана стала удачей. В итоге оказалось, что смерть Дана пошла клубу только на пользу. Не будьте таким циником. Боже, неужели вы не можете хотя бы на секунду выйти из образа сурового дотектора? Я тебя выведу, давай. Впрочем, вернемся. Постараюсь. Все те люди, с кем вам пришлось столкнуться. Гилл, немецкий доктор, даже Митчелл. Ха. Его бы я в жизни не заподозрил. Они что-нибудь сказали? Почему они это делали? Они не упоминали сообщников? Только Рэн... Спэн упоминал какой-то хирурга. Хирурга, у вас есть предположение, кто это? Я знаю, что это ты. Мне один журналист рассказал. Понимаете? При первой же возможности. Черт, он слишком хитер. Он выкрутится, нет, надо было... Ммм... Я... Я уверен, что у вас самые добрые намерения... Он тоже код. Я слупил. С чего вы это взяли? Уверен, все можно объяснить. Ага, тут не на время. Давайте подумаем, секунду. Он очень хитер. Мы это знали всю игру, что он очень хитер. Сразу открыв карты, мы, наверное, очень сглупили. Я знаю, что это вы убили Рэндалла Ли. Я знаю, что Митчелл давал их вам. Вот, вот это. Не отрицайте. Я знаю, что Митчелл давал их вам. Люди видят инвалидное кресло и думают, бедняга ходить не может. Но это далеко не все. Иногда из-за боли я не могу спать ночами. Это не объясняет того, почему вы не сказали о препаратах мне. Я знаю, что это вы убили. Блин. Я знаю, что вы были высоко квалифицированным снайпером. И я думаю, что именно вы застрелили в больнице Рэндалла Ли. Вы меня вообще видели, Блэксет? Как я мог это сделать? Я нанял вас, чтобы вы расследовали это чертово дело. Считаете, что убийцы так поступают? Вы меня наняли, потому что считали, что я обвиню Бобби Еля и брошу дело. Но как только я понял, что дело не чисто, вы тут же послали Рэндала Ли и Гила меня запугать. А когда не получилось, вы приказали Ли меня убрать. А вы из тех, кто не отпускает схваченную добычу, не так ли? Вы сами это знаете, как никто. Думаю, я хорошо дал это понять. Он тянется за револьвером. Нет, жаль. Надо вывести его из равновесия. Поставьте себя на мое место. Неужели он потек? Вы многообещающий футболист, который только что вернулся с войны, но вы все еще никто. Человек, которого вы спасли, добродушно открывает вам двери. И этот человек пока не отошел от смерти жены. Днями он работает в клубе, а ночами пьет, чтобы заснуть. И растить его дочь приходится вам. Вы дарите ей ее первые счеты. Это мы помним. Вы убеждаете ее продолжить обучение. Вы утешаете ее, когда она скучает по матери и отцу. Между тем, ваша спортивная карьера набирает обороты. Жизнь прекрасна. И вдруг однажды, как гром среди ясного неба, вы становитесь инвалидом. Старый друг Митчелл говорит, кто вам может помочь. Один немецкий врач. Его препараты помогают не сразу, но творят чудеса. Вы начинаете ходить совсем недалеко, но это недалеко. С каждым разом становится все дальше. А эти препараты совсем недешевы. Вы должны найти какой-то способ за них платить, понимаете? Все сводится к этому. Начали продавать препараты спортсменам. А вот что тут сказать? Открыл рекламное агентство. Он начал продавать. И вы начали продавать препараты спортсменам. А потом решили открыть рекламное агентство, чтобы нанять этих самых спортсменов. Препараты позволяли им отличиться. И вы получали хорошие рекламные контракты. Идеальная бизнес-модель. Ваш первый клиент. Крейг Спено. В его карьере был сложный период, поэтому... Он стал вашим подопытным кроликом. Вы решили ему помочь. Они были друзьями или нет? Они были, они служили вместе. Вы решили ему помочь. Вы решили помочь ему начать карьеру заново. Но когда препараты стали давать серьезные побочные эффекты, вы от него избавились. Вы боялись, что он заговорит, и попытались убить его. Поэтому он и заговорил. С тех пор ваш бизнес процветал. Вы даже начали ставить себя выше закона. Считали себя неприкасаемым. Пока обо всем не узнал Джо Дан. И не пришел к вам за два дня до своей смерти. Хватит! Прекратите! Он стал! Нет? Нет. Нет, он просто... Он просто выпрямился или что? Или он стал? Или... Я не знаю, стою ли я выше закона. Но уж точно не ниже. Знаете, какой властью я обладаю? С кем я обедаю каждый день? Я мог бы пристрелить вас прямо сейчас, и ничего бы мне не было. Из пистолета, который лежит у вас в столе, боюсь, не выйдет. Я положил его подальше на случай, если вы подтвердите мои подозрения, железнорукий. А теперь, если позволите, у меня встреча с полицией. Да! Все! Ты наш, чувак! Мы тебя поймели! Я никому не позволю снова разрушить мою жизнь. Соня и я заслуживаем будущее. Комиссар Смирнов, можете войти. Тимоти Уилсон Торт. Бросьте оружие. Вы арестованы. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использоваться против вас в суде. Мы все это записывали на камеру. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете его себе позволить, государство предоставит его вам. Мистер Брэй. Она его убила. Хо-хо-хо! Вот это, пожалуй, лучшее стечение обстоятельств, которое могло быть. Она меня бесила. Давай, стреляй. Я даже останавливать не буду. Мне же не дадут переиграть этот момент? Нет. Да! Нет. Я ей ни секундочки не сочувствую. Это холодная тварь. Не надо мне... Я не хочу переигрывать этот момент. Господи. Она, блин, это... Неадекватная дуреха. Да! Мне не дадут это переиграть. Хорошо. Я бы не стал... Мне было бы жалко, если бы меня вынудили спасать ей жизнь. Я не хочу, честно говоря. Она пыталась убить Еля. Пыталась убить нас. Кого только она не пыталась убить. Блин, это неуравновешенная. Почему мне всю игру пытались навязать ее как девушку нашу и всякое такое, я не понимаю. Если бы ее сейчас спасли, она потом могла бы еще кого-то убить. Извините за жестокость, ребят, в самом деле, извините, но вот этот вот цинизм, это сейчас прям вот... Все это... после всего случившегося, бой интересовал меня в последнюю очередь. Ель принял препараты перед боем. Стоун позволил ему победить. Я из кожи вон лез, чтобы все случилось согласно указаниям моего этического компаса. А вот послушал меня кто-нибудь или нет, это уже другая история. Ведь, что бы нам ни говорили, наше будущее не всегда зависит от наших действий. Это да. Мой этический компас. Будто бы я знаю, что это такое. Я не знал, что и думать даже о своих действиях во время этого расследования. Моя совесть чиста? Будь у меня второй шанс, я бы принял те же решения. Да. Единственное, что я, пожалуй, хотел бы изменить глобально относительно этой игры, это, пожалуй, доктор и девочка. Они были заложниками ситуации, и я не могу в полной мере их обвинять. Если бы там можно было переиграть, чтобы их спасти, я, наверное... Я, наверное, как бы... Не знаю. Вот у меня сейчас появилось ощущение, переигрывать я не буду, потому что я не буду менять своих решений, я не вижу в этом смысла. Я поступал по своему этическому компасу, и мой этический компас в какой-то мере совпадает с компасом Плэкседа. Какие-то мелкие решения, когда я обманул Смирнова, я не хотел его обманывать. Какие-то мелкие сожаления тут и там. Я очень рад, что они не вышли нам боком, что это не нарушило нам общее прохождение. И, пожалуй, единственным большим сожалением было... Ну, вот опять же повторюсь, это доктор и девочка. Если бы я мог бы их спасти, я бы хотел так поступить. Но я не уверен, есть ли тут эта возможность вообще, и как до нее добраться. Также... Я даже не знаю. У меня сейчас... Да, я согласен. Я сейчас говорю на эмоциях. Игра мне понравилась. Давайте начнем с этого. Поставим точку в этом замечательном прохождении тем, что игра мне понравилась. Обстановка шикарна. Главный герой шикарен. Люди вокруг есть хорошие и плохие. Это нормально. Понимаете, проблема с моей стороны, моим взглядом, проблема большинства графических новелл в том, что я не сопереживаю главному герою. И я не вижу смысла бороться за него здесь. Мне приходилось бороться за Black Soda, потому что я сопереживал этому герою. Он мне очень нравился. Он был именно тем типажом человека, кота, который правильный. И ты за него в самом деле переживаешь. И ты очень сильно стараешься, чтобы его не вывести на плохую концовку, потому что ты за это переживаешь. Игра принесла эти эмоции, спасибо ей большое за это. Я так понимаю, что разработчики и сценаристы это совершенно разные люди. И так вот, сценаристы, те, кто делали сюжет, диалоги, они красавчики. Те, кто физически клепали эту игру, ребята, в печь вас сжечь, чтобы вы никогда больше ни к одной игре твари не приближались. Настолько все... Это все очень криво. К сожалению, к сожалению, это шикарнейшая игра. И я с удовольствием ее рекомендую, даже не несмотря на то, что я столько раз плевался от того, как все это криво, это не отбило у меня желание играть в эту игру. Игра, повторюсь, в 100-501 раз шикарная. И ее нужно, просто must have, хотя бы один раз пройти. Даже если вы не поклонник графических новелл, я очень сомневаюсь, что эта игра вас не тронет. То есть, вот, она все равно вас зацепит. Тут реально хорошие, красивые, правильные моральные выборы. Парочку раз игра меня таким образом тоже подставляла, потому что, ну, как вот ситуация с журналистом была, когда по-хорошему я бы позвонил и журналисту, и комиссару. И все у нас было бы пучком. Я уверен, что журналист переехал бы быстрее комиссара. Вот, он бы пофоткал, потом это. Но я предполагаю, что если бы я позвонил бы журналисту, игра потом забрала бы у нас возможность позвонить комиссару, и мы оказались бы в неплохой такой заднице. Вот, опять же, я очень рад, что мое видение мира оказалось правильным, что комиссар оказался хорошим человеком, неподкупным, правильным. персонажи очень тонко подобраны, и единственное, что я немножечко в конце думал, ну, нас игра готовила все время о том, что злодей все очень хорошо продумывает, очень умный, хитрый, изворотливый, и я думал, что я совершил ошибку, когда напрямую начал обвинять торпа, он мог бы просто сказать, я не я, хата не моя, и все, и слинять бы, ему ничего бы не было, это была бы моя ошибка, но тут немножечко упростили, торп потек очень быстро, и слился, и... насчет Сони, повторюсь еще раз, ее мне ни капельки не жаль, я не понимаю, почему она здесь позиционируется как наша девушка, и то, что мы должны о ней заботиться, и проявлять симпатию, и в конце концов мы должны вдвоем уйти в закат, нет, не должны, она мне не нравилась с самого начала, я это вам говорил, она холодная, она стерва, зачем мне такую девушку, потому что мы в детективе, и детектив должен влюбляться, извините, но эта девушка не подходящий вариант, в принципе, здесь было девушек очень мало, так уж, если посмотреть, и нам не предложили никакой альтернативы, пожалуй, это махонький такой минус придирочка, потому что я бы не сказал, что это минус, это больше моя придирочка, у нас тут не хватало какой-то романтической линии, она была одна, единственная, и то неправильная, а в детективах должны быть любовные линии, интриги, всякое такое, интрига была в начале с невестой Дана, и интрига была, ну, да, еще, ну, в начале все очень сильно было замешано на интригах, опять же, с этим носорогом, как он переспал с женой букмекера, букмекер его за это застрелил, потом, вот в начале все вот это вот любовные линии было очень много, но в конце все сводится к деньгам, и, пожалуй, это даже правильно, потому что в жизни так и получается, все сводится к деньгам, ну, и, пожалуй, тщеславию торпу, опять же, я же говорю, что животные под персонажи были подобраны офигеть правильно, то есть, вот, как актеров под кастинг подбирают, которые попадают в кастинг, или не попадают, вот здесь кастинг попал просто 100%, в общем, ладно, я триндю тут уже полчаса, ребят, игра просто суперская, иногда стоит потерпеть кривое управление ради вот этого шикарной атмосферы, ради этого шикарного сюжета, не знаю, не знаю, к сожалению, на очень многих порталах я слышал такую пренебрежительную фразу про эту игру, как проходняк, мое мнение об этих известных игровых порталах очень сильно ухудшилось, после того, как я прошел эту игру, это вообще ни разу не проходняк, это недооцененный и неограненный бриллиант, по сути, игрушка очень крутая, и я ее вам рекомендую, все, мой вердикт, ладно, ребятушки, будем прощаться с миром Джона Блекса, да, я надеюсь, мы когда-нибудь в него вернемся, в каком-нибудь, в какой-то другой игре, это очень положительный персонаж, и он останется с нами на очень долгое время, спасибо, что были с нами, увидимся в других играх, в других проектах, всем удачи, добра, бобра, всем оладуши, и всем покеда, маленькая сцена после титров, я все-таки зашел в зал славы, здесь, оказывается, ну, я же не зря столько мучился, здесь 100 наклеек, и пропущенные номера мы с вами можем увидеть, как вы видите, нашел я очень много, я бы сказал, больше половины, но все равно очень много осталось ненайденным, как, блин, оно осталось ненайденным, хотя я старался обшарить каждый угол, и каждый, возможно, это те локации, в которые мы не попали сюжетно, из-за того, что мы сделали какие-то выборы, возможно, где-то не сработали триггеры, возможно, еще что-то, ну, то есть, видите, собрано довольно много, в общем, вот так, вот теперь точно, всем удачи, добра-побра, все молодыши, и всем покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok